Журнал лучшей компьютерной игры представляет При участии гномии Лиги Исследователей При содействии общественной организации Наш Дом Гномереган По сугробам Дун Моро Они пришли из тьмы Из глубин подземных чертогов Оттуда, где камни плавятся, как воск Снежный буран налетел на горы И разбился об их неприступную твердь Когда же солнце ушло за горизонт И наступил вечер Здесь стояли гномы На земле, которую они назовут своим домом Они пришли в ночную тьму И впервые увидели месяц Это был их первый месяц на новой земле А когда над горами взошло солнце Они поднялись, как высокая волна Теперь эта земля гном Что ярко пылает сквозь дождь и туман С чем гномы прогонят Из вечную тьму За дальние горы уйдет караван И скалы грохочут во славу ему Горный огонь печей и кузнец Наш хозяин и победитель Благодаря ему так теплы наши чертоги Благодаря ему умножаются наши стада И горное королевство Хазмадан процветает Мы радуемся, пьем эль и танцуем В лучах его исцеляющего тепла У этих гор издавна жили три гноми их народа Но злая судьба разлучила нас Дикие молоты ушли на север Туда, где в скалах живут тролли А под облаками летают неприрученные грифоны Клан темного железа ушел к южным горам И нашел себе нового могущественного повелителя Среди заснеженных гор Хазмадана Остались лишь мы, бронзобороды Много сокровищ мы храним в каменных чертогах Но самое большое из них — кузня Город каменных сводов и пылающего расплава Город, чьим символом недаром Были выбраны молот и наковальня Может, славу искусных ювелиров У нас и отобрались синекожие пришельцы Но лучшими кузнецами Мы славимся испокон веков Так было и так будет Много славных времен помнят эти высокие своды Когда-то кузня была главным городом всего Альянса Она недаром расположена в самом центре Восточных Королевств И к тому же, раньше только у нас был единственный рынок аукцион Альянса Потом рынки понастроили и в других городах И кузня медленно начала пустеть Ах, какие славные дуэли кипели раньше у каменных ворот кузни И нынче мы, по традиции, меряемся здесь силой Но все это лишь отголоски былого величия Я вспоминаю те славные времена, когда толп героев было буквально негде ступить А разбойники Орды считали за честь прийти сюда, чтобы поиграть с нами в кошки-мышки Мы живем здесь не одни Добросердечные гномы приютили в кузне наших старых соседей-карликов Которых в просторечии называют гнумами Карлики потеряли свой родной город Гномериган То был великий эксперимент, который закончился страшной катастрофой Гномериган стал непригоден для жизни Но гнумы все мечтают когда-нибудь отвоевать его назад Мы уже привыкли к их веселым рожицам и смешливому характеру Должен же быть кто-то, кто еще меньше нас Много еще можно рассказать про кузню Но только не сейчас Ведь дорога ведет нас на просторы великого Дун Моро Мимо статуи великого Мадарана Бронзоборода Мы выходим к воротам на колючий морозный воздух Бронзовые танки стерегут вход И ворота готовы мгновенно запечатать вход в случае опасности Однако этого не случалось уже очень давно Даже в те времена, когда над кузней висели летающие города Короля-мертвеца оборота не закрывались Даже сюда нелегко добраться Ведь скалы неприступны Лишь одна узкая дорога на высокой насыпи ведет наверх По ней мы и спустимся в долину, где растут ели И через замерзший ручей переброшен деревянный мостик Впереди Харанос Место, где вместе живут карлики и гномы Вот, например, типичный дом, где поселились гномы Узнать его можно издали по этому хитрому шагающему приспособлению Гномы – мастера на всякие технические штучки Возможно, это устройство даже работает Хотя шагающим его не видели ни разу Еще более хитрые механизмы скрыты в доме Посмотрите, к примеру, вот на это Трудно сказать, для чего оно предназначено Ясно, однако, что ничего хорошего этому сидящему в клетке карлику не светит А здесь проба радиоактивной слизи из гномергана Гномы не оставляют надежды вернуться, конечно же, при помощи передовой науки и техники Когда-нибудь они войдут в свой город на белом коне Точнее, не на коне, а на механическом шагоходе С зеркалом заднего вида и фарой на голове В этом доме явно живут гномы-солдаты Повсюду разбросано оружие и еда И к этой кабанне и голове на стене они относятся безо всякого уважения Это же надо топором в самый пятачок Основная часть Хранаса представляет собой улицу о двух домах По внешнему виду домов можно сразу понять, чем занимаются их хозяева Здесь, например, кузница Гномы куют оружие у жаркого огня А это, конечно же, таверна, где семейство громоваров Издавна варит знаменитый громовой эль Напиток обладает мягким, нежным и изысканным вкусом А секрет его изготовления держится в глубочайшей тайне Как бы ни было тепло в таверне, нам пора двигаться дальше Интересно, здесь всегда было две дороги или я немного перебрал Эля? Ничего, на морозном воздухе Дун Моро всё быстро пройдёт Мы идём на юг, приближаясь к долине холодного ветра Где начинают свою карьеру все гномы и карлики Скорее всего, по пути мы увидим несколько новичков Неудивительно, что здесь бегает столько малышни Перед нами импровизированный полигон Гномы славятся умением строить огнестрельные приспособления А вот и мишени, зелёные бутылки Некоторые из них уже разбиты Вот бумажная мишень, в которую попадали много раз А эти две бочки, покрашенные в зелёный цвет, символизируют, конечно же, орка Целая команда тренируется тут в стрельбе из ружей и мортиры С перерывами на перекус, конечно Ведь какого же гнома заставишь работать на голодный желудок? С мортирой шутки плохи Для неё специально у подножья холма выставляется деревянная мишень на пружинке Вот так стреляют гномы Пожелаем им меткой стрельбы, а сами отправимся по дороге на запад Мимо заснеженных холмов А вот и вход в гномы Реган Здесь же вентиляционные шахты Зелёный дым не оставляет места сомнениям Внутри творится что-то очень нехорошее Не будем стоять здесь долго Повышенный радиационный фон Мало ли что может произойти даже со стойким гномом В двух шагах отсюда более приветливый пейзаж — это замёрзшее озеро Ледяное Называется оно так недаром Местами озеро промёрзло до дна Впрочем, в этой небольшой полынье ещё можно порыбачить Мелочь, конечно, всякая Но оно и понятно, откуда здесь взяться крупной рыбе На берегу озера деревенька, который больше смахивает на торопливо отстроенный передовой лагерь Домов здесь нет вообще Привычные к морозу гномы обходятся палатками и навесами Передадим привет из Схараноса и отправимся на восток В сторону горных перевалов, за которыми начинается зелёный лог Мадан Если карлики катаются на механических шагоходах То гномам привычнее живые существа — шерстистые горные бараны Это гордые и независимые животные Головы они склоняют просто из-за тяжёлых рогов Выращивают горных баранов на янтарном ранчо Недавно сюда повадился ходить снежный человек Огромный великан по кличке Вагаж Беспокойный сосед Ох уж эти эти Восточнее за рудниками Гроболар и озером Шлема Начинается горная гряда, в которой трудолюбивые гномы пробили широкие тоннели За этими горами снега кончаются И начинается сравнительно тёплый район Лог Мадан с озером Лог И знаменитой плотиной каменотёсов Но туда мы отправимся как-нибудь в другой раз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok